Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте! Современные технологии поисковых систем, сайтов, браузеров не стоят на месте. Все обновляется и возникают все новые и новые удобные сервисы и протоколы. Для тех, кто не знает, встречайте протокол под названием IndexNow. Данный протокол позволяет мгновенно индексировать новый контент на вашем сайте поисковиками. Создание новых статей, новых записей, создание новых страниц. В целом контент, редактируемый контент, то есть внесли изменения, добавили новый текст, что-то обновили. Мгновенная индексация поисковиками такого контента. Или удаление контента. Тоже будет отмечено мгновенно поисковиками. IndexNow сейчас работает и с Яндексом, поисковой системой, далее Bing и Google. Конкретно в этом видео мы рассмотрим бесплатный плагин для WordPress, с помощью которого мы сможем на наших сайтах WordPress настроить этот самый протокол IndexNow. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, на примере моего рабочего сайта VideoRockey.com давайте рассмотрим данный плагин. Я перехожу в админку. На момент записи видео у меня последняя версия WordPress 5.9. Для начала нам нужно найти данный плагин IndexNow. Переходим в плагины, добавить новый. В поле поиска плагинов пишем IndexNow. Находим данный плагин. Вот он. То есть вот его иконочка. Нажимаем здесь «Установить» и «Активировать». Как только плагин мы с вами активировали, у нас появляется в меню его позиция меню. Заходим. В рамках данного видео я покажу настройку интеграции с Яндексом. Дело в том, что не просто так установить плагин. Нам нужно получить там ключи, пароли, чтобы сказать Яндексу, что мы владеем этим сайтом, что этот наш сайт. То есть не так все здесь и просто. В идеале вам нужно настроить Bing IP, соединиться, получить ключ IP Google, получить Google JSON-Key и Яндекс. Ну или те поисковые системы, которые вам интересны. То есть для вашего сайта, что самое важное. Как я и сказал, я покажу на примере Яндекса. И давайте по порядку. Здесь вкладки. Вкладка основная. Тип записей. По умолчанию я все оставляю. Единственное, я добавлю здесь страницы еще. И сохраню изменения. По идее, настроив данный плагин, мы отправим наш сайт, то есть скажем поисковикам, переиндексировать сайт. И уже после этого мы потом будем с вами наблюдать за тем, как быстро новый контент будет индексироваться. Ну по крайней мере он должен так индексироваться. То есть если у вас были какие-то ранние проблемы, что поисковики долго-долго индексируют, пока робот зайдет на наш сайт, поисковой робот, пока проиндексируют. То есть по идее, у нас после настройки данного плагина, через какое-то время поисковики должны мгновенно подхватывать новый контент. Следующая вкладка IndexNow. Здесь мы ничего не делаем. Включить у нас по умолчанию стоит. Здесь ключ IP у вас свой, у меня свой. Он автоматически здесь стоит. То есть его не надо тут генерировать, никуда его копировать. Он просто здесь находится. Ниже лишь мы выбираем поисковые системы для нас. Bing, IndexNow или Яндекс. Ну то есть у меня стоит Яндекс по умолчанию, я так и оставляю. Соответственно, если Bing надо настраивать, здесь есть подсказочки. Нажимаем на них и по инструкции настраиваем Bing. Также и Google. Переходим в Яндекс. С Яндексом как раз поработаем. Журнал. Здесь на самом деле просто журнал логов. Когда вы все настроите, через какое-то время здесь будет показана некая статистика. И то, что вы хотите собирать в этот журнал логов, здесь тоже можно отметить. Я по умолчанию ничего здесь не трогаю, оставляю вот как есть. В Яндексе. Включаем, нажимаем на вопросик. У нас возникает такая вот подсказка. 5 шагов, которые нам нужно пройти. Вот здесь вот есть помощь. Вкладка это тоже самое, открывает нам эту документацию. Первое, самое важное, ваш сайт должен быть по протоколу HTTPS. То есть должно быть включено на сайте SSL сертификат. Если такого нет, настроить мы не сможем. Вот это главный момент, который вы должны учитывать. Но на сегодняшний момент, мне кажется, уже на всех сайтах это стоит. В любом случае, вы можете подключить бесплатный SSL на вашем хостинге. Это делается буквально 2 минуты. Если этого нет, вам нужно это сделать. И нам нужно в первом шаге создать приложение. По этой ссылке. Переходим и прямо сейчас создаем. Название приложения пишем. Можете название, главный тайтл вашего этого сайта написать. Описание. Иконка. Заголовок описания я ввел. Иконку не более 1 мегабайта. Загружаем с компьютера. На компьютере я нахожу свой логотип. Открыть. Далее. При регистрации приложения в блоке Яндекс.Вебмастер Выберите все типы доступов. Прокручиваем ниже. Здесь много моментов. Находим Яндекс.Вебмастер. Все типы нам сказано выбрать. Выбираем и отмечаем галочками. Ну и я и не озвучил то, что должно быть само собой разумеющееся, что ваш сайт уже должен быть добавлен перед этими действиями в панель Яндекс.Вебмастера. То есть вы должны его добавить, что сайт уже у вас там индексируется. Следующее. В качестве callback URL укажите. У вас тут свой URL. У меня свой. Копируем этот URL. Возвращаемся на страницу приложения Яндекса. Вставим птичку в веб-сервисы. То есть вот здесь вот у нас это находится. В самом верху практически, да. Вот появляется поле callback URL. Вставляем этот URL. Прокручиваем в самый низ. И нажимаем создать приложение. На этом этапе все готово. То есть я, естественно, тут авторизован с тем же ML, который используется в панели Яндекс.Вебмастер, где я добавлял сайт для индексации изначально. Здесь мы можем удалить приложение, редактировать. И самое главное, нам нужно здесь увидеть ID и пароль. У вас, соответственно, свой уникальный. Я копирую индификатор. Возвращаюсь на сайт. Помощь пока скрываю. ID приложения вставляю здесь. Копирую пароль. И вставляю здесь. Сохранить изменения нажимаем. Появляется кнопка получить токен. Нажимаем на кнопку получить токен. Нам говорят, что нам надо еще раз авторизоваться. Делаем это. После авторизации вас должно перебросить опять в админку вашего сайта. Здесь мы можем теперь наблюдать токен доступ. Кей. И кнопка обновить токен. Но нам еще здесь нужно выбрать тот сайт, которому мы это все делаем. Сейчас у меня видеоуроки.ком домен. То есть тут все домены у меня показываются, которые у меня добавлены в панели Яндекс.Вебмастер. Если у вас добавлен только один домен, он у вас тут и будет один домен. У меня их несколько моих сайтов, поэтому они тут несколько и выскакивают. Я выбираю видеоуроки.ком. И нажимаю еще раз сохранить изменения. На этом настройка интеграции с Яндексом закончена. Здесь остается ждать. То есть если вы настраиваете только для Яндекса, а если для Гугла, для iBing, значит и тут тоже нужно настроить. Как я и сказал, через какое-то время будет переиндексация сайта. И на странице журнала вы сможете видеть статистику. Ну и наблюдать. Просто в поисковиках добавили статью и посмотреть, насколько быстро она у вас проиндексировалась. Тут уже все будет зависеть уже непосредственно от поисковиков. Никаких гарантий ни я, ни этот плагин дать не может. Эта технология есть и будем надеяться, что даже если сейчас она, возможно, будет работать не так, как они об этом говорят, но все у нас обновляется, улучшается и рано или поздно это все будет работать как часы. На этом видео я заканчиваю. Надеюсь, для вас был урок полезен. И увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok